Есть такой журналист, Володь Карамурза, может быть многие, ну кто-то знает, и мы с ним оказались родственниками. И мы оказались родственниками с моим племянником. Что ты говоришь удивительно? Интересно, что ни разу не ошкинать, не по этой стране. Ну потому что... Я раскопала всю его родню до 1802 года. У нас очень много пересечений. То есть наши предки жили в одних местах, но родственники мы по той части, которая является Восточной Европой. И я, причем и мой племянник, с которым мы никак не пересекаемся по славянской части, и с Володей, и Володей, еще родственник тому человеку, но по-еврейски, но по-пашкинаской крови, о котором мы только что говорили. То есть у меня, собственно, невероятный взрыв мозга вообще, просто невероятный. Давай, Андрей вот тоже хочет сказать. Да, такой вопрос. Вот смотри, ты говоришь по поводу выгрузки с 23NME на MyHeritage. Вот есть примеры, ты говоришь, кто-то задавал дважды. Например, я же задавал... Я же показывала эту картинку. Я задавал, например, на MyHeritage, да, если я выгружу туда же то, что я еще раз там отправлю на 23NME... А оно напишет, что это твои результаты и будете их показывать параллельно? А оно наложится, либо двойные? Нет, ну, показывайте два результата, ну, вот здесь вот это ты, а вот это лайк ли ты. Да, типа ты, да, то есть, ну, откуда-то ты там еще на привал в другую пробирку. Не-не, ну так покажет сразу, что это ты, но это будут два отдельных результата. Я вот в середине была, были две картинки, как раз, где было вот это. Там, где было в одном месте 3% восточного, этого, ближний восток, а в другом месте 1%, у нас было больше итальянцев. То есть вот итальянцы и восток, они друг между другом туда-сюда прыгали, в зависимости от переноса или от прямой сдачи. А основная масса висела на том же месте. Плюс тут еще забавно, что они меняют эти результаты приблизительно каждый год. То есть когда вот сдается какой-то новый большой массив анализов, они пересматривают вот эти вот основополагающие проценты, и потом картинка меняется. То есть она не меняется прям вот сильно, да, что вот вы были 100% ашкеназом, потом вдруг стали 100% восточноевропейцем. Так оно не делает. То есть оно меняет проценты там, ну, 1-2, ну, может, 3, как бы, не более того. То есть ничего такого супер кардинального не происходит. Еще какие-то вопросы? У меня вопрос по поводу шумов. Что ты называешь шумами, до какого процента является шум, и после какого нужно уже серьезно относиться к тому, что это реально мой родственник, или мне в этой области надо заниматься исследованием? Максимально можно найти документы, которые имеют смысл найти. Это 5,5-6% если мы говорим про ашкенази, да. Причем даже не факт, что эти проценты будут идти от одного человека. Это может быть по, там, не знаю, полтора процента от трех, и тогда документы тоже нельзя будет найти. И в этом случае имеет смысл искать документы, только если тебе показывают еврейскую гоплогруппу, то есть ты прям вот из серии должен дойти до конца. У меня, кстати, есть знакомая барышня, которая ничего подобного в себе не подозревала. Ну, то есть у нее была какая-то странная история про прадедушку, которого выкрестили, на имя которого евреи купили типографию, потому что нельзя было евреям иметь свои типографии. Ну, какая-то такая странная история, как бы я, конечно, сказала, что это бред. Вот, ну и все. А потом через какое-то время она мне пишет, что, Надя, мне подарили анализы ДНК, ну вот 23 НМИ, и вот мой результат. И у нее выходит вот эта вот супереврейская гоплогруппа, и она говорит, ну, то есть эта история была правдивая. Я говорю, нет, эта история точно не была правдивая про вашего дедушку, потому что это показывает женскую сторону, как бы, да, но еврейка была, судя по всему, его жена. Кто была его жена? Она говорит, ну, кто его была жена, полячка какая-то? Ну, то есть, и как бы все понятно, да, то есть вот девочка, как бы, аллахическая еврейка, при этом у нее документов нет и не будет, скорее всего, потому что не исключено, что это еврейская кровь, это последователи Шептая Цви, которые еще на момент бегства, до того, как они сбежали из Польши в Украину, от восстания уже благополучно все приняли католичество, да, то есть максимум можно будет в Киеве найти ее конвертейшн из католиков в православные, для того, чтобы выйти замуж за какого-то там прадедушку, который потом родил дедушку, у которого была эта типография, ну, дальше подойдет вся вот эта странная история, как бы. Но их можно найти, это, ну, технически, потому что в Киеве церкви сохранились, по большому счету, неплохо, то есть тут есть одна проблема, что всегда нужно знать, в какой конкретно церкви это произошло, потому что, ну, 400 церквей, и ты, как бы, устанешь их все подряд перебирать, но у этой девушки был дневник этого прадеда на руках, как бы сына вот этой парочки, который, кстати, был антисемит, походу, вот, и он там должен был быть теоретически описывать, куда они ходили, там, на какие праздники, какая церковь, около чего они жили и так далее. Ей просто это все не очень нужно, по большому счету, но рано или поздно она это сделает. То есть с процентами понятно, да? То есть я бы, честно говоря, обращала внимание только на 12,5, и то, опять же, это может быть с двух сторон 6,6, и тогда уже не совсем понятно, откуда это вообще взялось. С точки зрения родственных связей, ну, допустим, на 23,2, да, и, в принципе, на Магеридыч тоже, она может показывать 1,7%, и тогда это будет родство на уровне, то есть она мне показала родство 1,7% с моей 4-х юродной тетей, да? И в чем я ее знала, потому что, как только ее фамилия показалась у меня в списке, я сразу узнала, о ком идет речь, как бы я ей написала, что да, или мы твоим родственным, ну, как бы, или ты сдавала на Лиз ДНК, она сказала, да, я сдавала на Лиз ДНК, но там тоже была забавная тема, ее дед был русский, и они все на его фамилии, вот, естественно, жили все это время, и я говорю, а у нее показывало 76% ашкеназов, то есть как бы больше, чем вот это вот нужный, как бы, да, 75, к тому же она никогда не показывает ровно столько, сколько должно быть. Я говорю, что-то я не поняла, я говорю, мне казалось, что твой дед русский, она говорит, я была surprised, ну, то есть это, ну, как бы штука, ты можешь быть surprise в любую с двух сторон, как бы не всегда этот сюрприз тебе понравится, вот, но в целом, прям вот настаивать на том, чтобы эти люди с тобой разговаривали, да, вот эти вот гипотетические ростыки, оно тебе должно показывать больше трех, потому что остальное, это может быть сбор разных генетических пересечений, который был не, там, 50 лет тому назад, как оно показывает по этим результатам, а 150, и так ты тогда это не найдешь. Понимаешь? Проще всего, как делает Горин, по фамилиям пробивать, то есть он просто свои фамилии вводит, и оно... Он его знает, свои фамилии. Ну, конечно, он их знает. У меня никто не вижу, извините, ни одной фамилии вообще нет. Ты фамилии вбиваешь, и тебе ни одну фамилию не показывают? Ну, слушай, ну, у меня тоже, но таким образом я зато доказала, что я Лопес, да, потому что я родственница Лопесом, которые никогда в жизни не были на этой территории, а сразу уехали в Латинскую Америку. Поэтому это тоже достаточно полезная штука. Не всегда нужно забивать фамилии, так как тебе кажется, что они должны быть. Это, во-первых. Во-вторых, много людей записано там под псевдонимами. Ну, потому что они сдают анализы... Ну, потому что они сдают анализ под псевдонимом, потому что мало ли что. Ну, вот представь, сдаст какой-то, я не знаю, там, Равин Лазар анализ ДНК, а он покажет, что он русский. Ну, как? Нет, он покажет, что он итальянец. Итальянец. Whatever. Как бы покажет что-то не то, что он ожидает. Зачем ему сразу рисковать? Поэтому проще сделать какой-то анонимный аккаунт, посмотреть, что результат покажет на самом деле, а потом уже поменять свое имя, если он покажет, что все хорошо. То есть, например, местные московские Равины сдают анализы на MyHeritage, которые не показывают гоплогруппы. Я, честно говоря, даже не хочу гадать, почему они сдают это именно там. Нет, они, конечно, скорее всего, обосновывают это тем, что MyHeritage можно заказать в Россию, а остальное нет. Но это с одной стороны. А с другой стороны, они часто летают в Америку и вполне могут сделать это там. Поэтому причина, по которой они сдают именно MyHeritage, мне непонятно. Ну, дешевле, но 40 долларов – это не цена вопроса. Потому что от 3D показывает больше информации о любом случае. И опять же, как я уже начинала с этого, можно результаты из 23D переносить в другие места, чего нельзя сделать наоборот. Поэтому зачем недополучать что-то из-за каких-то 40 долларов. Ну, это как бы вообще не серьезно даже. Скажи, пожалуйста, что такое, себя правильно выглядело, три ангеллянта, и вам так... Можете повторять вопрос, пожалуйста? Не надо повторять вопрос, я все равно не знаю, что она меня хочет спросить. Я тебе покажу. Мы сейчас... Я тебе все покажу. Прошу, пожалуйста. Я не могу понять... Там какой-то общий сегмент, который, как утверждает MyHeritage, я не могу тебе произнести, принадлежит к вашему общему предку. То есть все остальное рандомно, а здесь... Ну и что? Там оно все равно получается такая картинка, там, где 26 этих хромосом, и у тебя идут стыки или тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут. С моей точки зрения, это не несет никакой смысловой нагрузки, если ты не сравниваешь одновременно там человек 10. И тогда ты можешь понять, то есть если у вас идет пересечение по одному участку в этом одном из 26 штук, то значит, у вас общий предок вот один. Но у меня так ни разу не совпадало, чтобы все вот люди были вот именно по одному вот этому куску какого-то генотипа родственниками. Поэтому... То есть если один человек совпадает по трем этим полоскам, ну как бы, четырем, там оно в этом полоске... Нет, ну может быть, там вообще может быть пересечение общий один анализ, ну один кусок, один сегмент ДНК у вас общий, ну там длинный какой-то, допустим. Ну, последняя хромосома, она как раз шумовая, то есть там всегда написано, что не факт, что это имеет на самом деле к вам какое-то отношение. А предыдущие участки, то есть, ну вот, опять же, у тебя идет картинка, в которой тут идут эти вот, ну закрашенные участки, да, у тебя идет закрашенный участок в первой правом верхнем углу, еще у кого-то идет закрашенный участок в правом верхнем углу, еще у кого-то идет такой же закрашенный участок. Это говорит о том, что вы родственники по вот этому сегменту. Но как ты этот сегмент отнесешь к какому-то конкретному предку, непонятно. С одной стороны. С другой стороны, именно поэтому я говорю, что все родственники должны знать анализ ДНК, чтобы отличать, какие результаты от мамы, какие результаты от папы, какие результаты от тети, какие результаты от дяди. То есть чем больше предков этот и родственников, в принципе, анализ задало, тем проще маневрировать среди фамилий сторонно, когда ты хочешь кого-то найти. Ну все, тогда лекция закончена. Спасибо за внимание. Спасибо.